привет youtube меня зовут валентин я люблю делать всякие электронные и механические штуковины сегодня я хочу начать цикл роликов про ардуино я хочу показать что можно сделать с помощью ардуино что это совсем не сложно но это очень весело например с помощью своего телефона я могу управлять этой лампой видите окей это была просто шутка конечно управлять лампой возможно и мы сделаем это но чуть позже сначала необходимо узнать несколько базовых вещей несколько слов о моих видео в конце видео вы сможете найти список и порядок шагов чтобы сделать каждый урок быстро если вы хотите пропустить все мои подробные объяснения и шутеечки вы можете перемотать видео в конец ой как удобно в описании под видео внизу вы сможете найти таймкоды для быстрого перехода в разные части видео это слишком сложно конечно я видел много обучающих видео про ардуино разбери программирования на ютьюбе включая каналы пола маккортера джереми блума и того парня с канала алекс гайвер и конечно вы можете спросить зачем нам еще один канал про ардуино самого начала но я думаю что обучающего хорошего контента должно быть больше как можно больше и тогда мы сможем победить всяких медведей валерок на ютьюбе и кроме того я постараюсь сделать что-нибудь свое вот это поворот в начале эти ролики будут основаны на книгах саймона монка и джереми блума теперь мы готовы давайте начинать теперь давайте посмотрим что нам необходимо для начала это компьютер ардуино или аналог провод чтобы подключить ардуино к компьютеру и интернет несколько слов про ардуино это небольшая основная плата она позволяет запрограммировать микросхему а также подключить несколько датчиков для приема сигналов и несколько дополнительных устройств которыми мы будем управлять самое простое что мы можем сделать в начале для знакомства с ардуино это научиться управлять светодиодом на самой плате для этого скачиваем среду разработки ардуино с официального сайта если вы используете windows пожалуйста перестаньте это делать подключаем плату юсб проводом и выбираем из списка свою плату и порт честно говоря пользователям windows будет проще после подключения платы и выбора порта все уже готово линуксоидом же необходимо добавить вашего пользователя в группу arduino.de в официальной среде разработки arduino уже есть библиотеки программ для примера используем одну из этих программ идем в меню файл examples basics и выбираем программу блинк в открывшемся окне появляется текст программы я знаю вы хотите как можно скорее увидеть реальный результат я тоже очень нетерпеливый человек так что нажимаем на кнопку upload и загружаем программу в arduino мы видим что светодиод на плате начал мигать это тот результат которого мы и хотели добиться да я знаю сейчас вы думаете и это все мы купили arduino скачивали программу загружали код просто для того чтобы маленький светодиодик мигал мы можем так сделать и без arduino просто взять светодиод батарейку камон да это правда поэтому немного изменим программу ведь вся суть arduino в том что мы можем запрограммировать что угодно окей что происходит в нашей программе сейчас между специальными символами комментариев мы видим описание программы такие комментарии не влияют на программу а только помогают программисту понять о чем здесь идет речь далее функция setup это обязательная часть программы эта функция выполняется каждый раз когда arduino начинает работать или когда вы нажимаете кнопку reset на плате но выполняется она только один раз далее функция loop эта функция будет выполняться бесконечно пока у arduino есть питание и весь код который находится внутри этой функции будет повторяться и повторяться снова и снова строка 33 выставляет высокое напряжение на pin 13 таким образом светодиод загорается потом делаем паузу на одну секунду 35 выставляет низкое напряжение и светодиод гаснет еще одна пауза на одну секунду это все очень просто изменим программу так чтобы использовать возможности микроконтроллера больше добавим в цикл loop два других цикла for а в функцию delay передадим не число 1000 а переменную теперь в первом цикле for переменная delay постепенно изменяется от 100 до 1000 а во втором цикле тоже переменная изменяется от 1000 до 100 на плате это приводит к тому что задержки между включением и выключением светодиоды периодически меняются такого эффекта с простой кнопкой добиться будет тяжело итак подведем итог с помощью ардуино вы можете запрограммировать микроконтроллер использовать дополнительные датчики для обработки сигналов и управлять подключаемым оборудованием с помощью ардуино можно сделать массу крутых и полезных штук и мы будем это делать так что подписывайтесь на канал увидимся в следующем видео еще раз коротко о том что нужно сделать в этом уроке скачиваем arduino.de с официального сайта arduino.cc подключаем arduino к компьютеру и выбираем плату и порт из списка в среде разработки открываем программу blink из библиотеки примеров и оплоудим скетч в arduino а если не лень добавляем в программу новые функции не забудьте подписаться на канал а если видео понравилось очень поддержите нас на патреоне спасибо а